Привет всем! Это вторая часть моих покупок недавних. Кроме корейской косметики, я купила еще несколько предметов для моего туалетного столика. Я взяла несколько продуктов менее экзотически интересных, но тех, с которыми я уже знакома, не знаю, чего ожидать. Так вот, во-первых, я купила еще два лака для ногтей. Эти от NCLA. Я уже говорила про этот бренд, мне он нравится. Это из их линейки знаков зодиака. Я взяла два цвета наиболее мне понравившихся. Это весы, либра, во-первых, а во-вторых, вирго, то есть дева. Это я. Так вот, больше мне понравилась либра. Может быть, я деву бы и не взяла, если бы это не было моим знаком зодиака. Вот мне хотелось побаловаться. Либра – это вот такой розовый с шиммером, с микро-микро шиммером. Цвет мне очень понравился. Я скажу, когда он у меня будет на ногтях. Мне очень понравился цвет, очень понравился шиммер, хорошо ложится, прекрасная формула. Чего еще ожидать от NCLA? Это прекрасные инди лаки для ногтей. И вот эта вот дева. Похож немножечко этот грейш на тот цвет, что у меня сейчас на ногтях. Я люблю такие цвета, они очень нейтральные. Опять-таки формула NCLA и хорошая кисточка, прекрасная. Я бы, конечно, предпочла, чтобы у них были не квадратные крышечки, а какие-нибудь кругленькие. Их бы было удобно держать. Но, с другой стороны, это уже, по-моему, придирки. С моей стороны. Вот такие два лака. Очень-очень мне понравились. Итак, давайте посмотрим на свотчи. Вот они. Вот это вот весы, а вот это вот дева. То есть, очень нейтральные, прекрасные цвета. Для каждодневной носки очень-очень подходящие. И очень легко, очень-очень носительные именно. Поэтому я их и взяла. Был там еще Скорпион, который был такой, как я люблю. Бургундий, очень темный, красный. Но у меня уже столько лаков этого тона, что я все же себя попридержала. Дальше я взяла подводку. Называется она Швинг. Это подводка от фирмы The Balm. Чем хороша эта подводка? У нее очень хороша кисточка. Она хорошо держится на веках. Она очень-очень черная. И благодаря очень тоненькой кисточке ее легко наносить. Она хорошо держится. Она не подводит меня. Я уже вторую упаковку купила. То есть, это мой второй заход на Швинг. Дальше базовые продукты. Я взяла, во-первых, базу от Clorance. Я сейчас как раз-таки после своей Too Faced базы использую разные другие. Я пробую, что мне больше нравится. У меня тут лежит база от Saint Laurent, от Smashbox. И вот попробовала я от Clorance. Сейчас она на мне, под моим кушоном от OI. Эта база называется Eclat Minute, база Eliminatrice d'Etat, или Radiance Boosting Complexion Base. То есть, это база, которая должна подсвечивать, немножечко корректировать и увлажнять. Она вот в такой вот помпочке. Я вам покажу. Это как бы крем. Немножечко жидковатый. И я взяла... Она в разных цветах продается. Я взяла ее в цвете 04 Абрикос. Этот цвет вообще-то для более темной кожи я взяла из любопытства. Этот абрикосовый немножечко цвет, когда втирается полностью в кожу, корректирует какие-то посинения. Это немного освежает. Я бы сказала, что, наверное, больше подойдет для тонов кожи более средних. Я покусилась на корректирующие свойства этого продукта. Но, я думаю, для меня темновато таким. Но сияние придает и очень удобно носится. Поэтому я не думаю, что ее можно увидеть под моей базой. Поэтому, скорее всего, вам тоже не придется об этом думать. Даже 04 этот номер не проглядывает из-под довольно-таки среднего покрытия базы. Я была довольна, честно говоря, этой базой, потому что носить ее очень удобно. У меня нету больших проблем с кожей, но она немножечко сглаживает и действительно придает некоторое сияние. Корректирующий фактор в ней есть. Особенно в этом 04 номере. Наверное, мне нужно брать первый или второй какой-нибудь такой посветлее. Но, я думаю, летом особенно пойдет. Самое то будет. Дальше я купила CC-крем от Kate Somerville. Называется он Illumicate. Это SPF 50 крем. У меня в цвете первым, самым светлым. Должна сказать, что это тоже не очень светлый крем, но он действительно подстраивается под цвет вашей кожи. Вот он. Немножечко растушеван. И далее... Он не окисляется на мне, во всяком случае. В нем есть высокий достаточно SPF. Кажется, 50. И он имеет в себе ингредиенты для ухода за кожей. То есть, опять-таки, я ищу часто именно продукты, которые являются, во-первых, уходовыми, а во-вторых, макияжем тоже. Illumicate мне понравился. Надо, правда, держать в памяти то, что он очень-очень-очень мало покрывает. То есть, если вам нужно более сглаживающее, немножечко выравнивающее впечатление от CC-крема, то Illumicate вам подойдет. Но если вам нужно действительно покрытие, если вам есть что корректировать, то вы можете, во-первых, использовать Illumicate, который даст вам натуральный сатиновый финиш, а потом использовать в нужных местах консилер. Но если вы любите более полное покрытие, потому что здесь покрытие совсем легкое, совсем-совсем легкое, то вам очень не понравится этот крем, и вы подумаете, что вы стратили зря деньги. Поэтому тут нужно знать, чего ожидать, думать, какие у вас приоритеты. Если у вас приоритеты уход, SPF и очень легкое покрытие, этот, скорее всего, вам подойдет. Наверняка он подойдет, я думаю, он может подойти от сухой до средней жирности кожи. А если вам нужно покрытие или вы не хотите использовать много консилера, то, конечно, это мимо совершенно, потому что покрытие очень-очень легкое. Последнее, что я купила, это Rosehip Oil, то есть шиповника масла от Spanvil. Чем мне нравится именно это масло? Это уже второй раз я покупаю такую бутылочку, потому что в ингредиентах это только масло шиповника, экстракт органического витамина С, золото и все, больше ничего. То есть чистый-чистый-чистый состав. Если вы любите органический состав продуктов, если вам не идут очень затейливые, высокотехнологические кремы, сыворотки, эссенции и так далее, я очень советую попробовать масла, потому что они очень многофункциональные, очень эффективны. В особенности именно масло шиповника, оно против старения помогает, хорошо питает кожу, не очень жирная. И вообще продукт замечательный, но тут нужно смотреть, чтобы в состав входило только масло шиповника, но может быть что-нибудь здесь, как здесь витамин С, в смысле антиоксидантов. То есть здесь есть золото, которое должно быть как бы противобактериальное, но золото это так, дело десятое. Вот такой вот флакончик, мне нравится, что здесь есть помпа, это радует. Эти вот пипеточки, я, честно говоря, начинаю тоже на нервы действовать и в уходовых средствах, и в декоративных. Все суют пипеточки, пожалуйста, не надо, дайте нам помпочки, которые гораздо удобнее использовать, чем ваши пипеточки. Так вот, мне нравится, что здесь помпа, мне нравится, что здесь хороший чистый состав, прекрасное масло, очень эффективное. Можно покупать, конечно, не только этого бренда, а вообще любое масло шиповника, я думаю, подойдет практически всем, потому что, во-первых, балансирует кожу, во-вторых, прилетиноловые ингредиенты там есть, которые немножечко сглаживают кожу. Так вот, прекрасная покупка, очень советую обратить внимание именно на масло шиповника. Это прекрасный уход, если вам нравится натуральный уход, самое то для вас. Я сделаю в будущем видео о разных маслах, потому что, в принципе, разные масла дают очень-очень разный эффект и подойдут разным типам кожи. Я очень интересуюсь маслами, у меня их много, и я каждый день ими пользуюсь. Это все на сегодня, всем всего хорошего, пока-пока!